1 сентября не за горами в школах республики завершаются приготовления к празднику знания. У педагогов и выпускников Чебоксарского лицея номер 3 в эти дни еще один праздник. 80-летие коллегии и любимой учительницы Алифтины Серафимовны Петровой. Среди ее выпускников кандидаты и доктора наук, профессора и академики, руководители предприятий, министры и учителя математики. Те, кто по сей день продолжают дело ее жизни. Это первый мой выпуск. Детство Алифтины Серафимовны пришлось на военные годы. Это очень ее закалило. Никаких трудностей она никогда не боялась. Надо нацелено, значит нацелено. Надо из сельской школы перейти работать в город, значит это воспринимается как качественно новая профессиональная ступень. Начали открывать физико-математический интернат номер 2. Объявили они конкурс учителей. И я подала конкурс. Считалось при университете. Нет, тогда МИИ был. При МИИ. И сельских детей приглашали, а принимали в основном преподаватели университета. Помню, Николаев Генрих Николаевич говорит, Алифтина Серафимовна, вот этот очень вроде умный мальчик, но по-русски не может говорить. А все преподаватели, они же преподаватели МИИ русские были. И я по-чувашски его приняла. И такой умный мальчик. И в последние годы он стал доктором физико-математических наук. У Алифтины Серафимовны в общей сложности более тысячи выпускников. И всех она помнит. Знает, как сложилась их жизнь, кто где работает, каких успехов добился. Говорит, никого никогда не выделяла особо. Все любимые, все. Плохих не было. Много лет Алифтина Серафимовна проработала в физико-математической школе, а затем в лицее номер 3 в Чебоксарах. Здесь ее не просто помнят и любят, но и гордятся, что довелось работать с настоящим учителем. Вот есть категории учителей, для которых работа – это способ самоутвердиться, способ добиться славы некоторой. Понятно, есть и другие мотивы, но это является приоритетом. Есть категории учителей, для которых работа – это, прежде всего, выполнение программы. Есть и другие мотивы, но это приоритетно. Это, знаете, учителя как роботы работают. А вот третья категория – это учителя, для которых их работа – это способ помочь детям, добиться самых таких максимальных для каждого ребенка результатов. Вот, безусловно, Алифтина Серафимовна относится к третьей категории. Я очень много была на ее уроках, и до сих пор помню уроки стереометрии. У нее были специальные очки, специальная книжка, вот эти все сечения, которые очень сложно понять. И она радовалась, и у нее, когда эти очки появились, она меня позвала, и тоже вот это я все смотрела. Все дети во время перемены все равно чем-то другим там хочется заниматься. Они вот, я даже помню, как сидели в этих очках и рассматривали стереометрические какие-то штучки. Я для себя разделяю два понятия – преподаватель и учитель. Алифтина Серафимовна, конечно, именно учитель с большим боком. Алифтина Петрова собиралась стать врачом, но стала учителем и ни разу об этом не пожалела. Больше того, с ее легкой руки профессия педагога прижилась в семье. И теперь уже в школах и вузах республики трудится целая династия. Старший ветеринар, другая учительница начальных классов, у брата дочь в Ядрине в гимназии тоже, она биолог-химик. Брат у меня физик, у брата жена рисование черчения, потом у брата дочери муж, по-моему, зафрано Ядрина. Вот если организовать школы, у нас специальностей хватает.